13.05 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлеева. У меня в гостях вице-спикер областного ЗАГС собрания Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0. Онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы вы также можете успеть задать через форму анонсов на сайте echokirova.ru. Начнем мы, наверное, с обсуждения итогов пленарного заседания и событие, которое можно назвать и знаковым, выход Василия Сураева из фракции. Что вообще произошло? Почему депутаты отказались голосовать его коллеге за предложенный законопроект? И что вообще за законопроект? Ну, давайте так. На самом деле, я считаю, что в этой ситуации, если мы берем тот предпоследний вопрос в разном, который был, законопроект сыграл некую роль катализатора просто. Потому что, на самом деле, дело может быть не столько в сути законопроекта. Давайте в двух словах все равно его опишем, чтобы понятно было. Суть законопроекта, суть предложений депутата Сураева заключалась в том, чтобы внести поправки в два закона, закон о муниципальных служащих и госслужащих, в части расчета и установления дополнительных выплат пенсии. То есть, есть определенный, на сегодняшний день порядок, он учитывает один срок, один стаж и размер доплаты. Он, соответственно, предложил скорректировать в сторону увеличения срока и сокращения доплаты. На самом деле, такой закон, он может быть отчасти, можно было бы его назвать и предвыборным, явно не такой особо резонансный, потому что, ну, как бы так, те доплаты, которые предлагаются, они есть. И я считаю, что люди, которые отдали, там, больше 10 лет, 15 лет работе в органах государственных и муниципальных власти, вполне заслуживают дополнительных выплат к пенсии, потому что, ну, и работа достаточно нервная и сложная, и то, что на протяжении всего этого периода людям, помимо всего прочего, приходится еще и сталкиваться с неким негативным общественным мнением, ну, и, наверное, там, самое главное в том, что люди, которые работают в государевой службе, это люди, которые достаточно сильно имеют ограничения в процессе работы. То есть это множество ограничений, которые есть, связанные с дополнительным заработком. Это та ситуация, вот сейчас мы воочию это видим, что когда возникают вопросы, связанные там с сокращением, то, в первую очередь, это касается работников именно, там, государственных и муниципальных органов. Ну, то есть... Куча всего, за что можно доплатить. Да, я считаю, вполне достойно можно доплатить. То есть, ну, там, даже ту же ситуацию взять, о которой у нас депутат Женихов практически, там, последние полгода говорит, это то, что последние 4 года заработная плата... Ни государственных, ни муниципальных служащих не индексируется, да? Вот. То есть, вот законопроект такой. Ну, там, забегая вперед, могу сказать, что все-таки суть, соль законопроекта-то, она есть, ее услышали, сейчас в правительстве создана рабочая группа, которая будет дорабатывать этот законопроект. То есть, в данном случае, суть, все-таки, я считаю, не законопроекте. Суть в той ситуации, в которую попал Василий Купияноч, когда он, собственно, представлял, разрабатывал, представлял данный законопроект. И здесь, если взять содержание его выступления, ну, я бы сказал так, что, там, с точки зрения оппозиции ничего нового тоже не прозвучало. То есть, мы на протяжении пяти лет заявляли о том, что существуют определенные перекосы в организации работы законодательного собрания с законопроектами, которые не угодны, там, Единой России или, там, группировкам в Единой России. И работа, там, аппарата затачивается под то, чтобы, там, эти законопроекты невозможно было, там, принять. И, помимо всего прочего, существуют некие, такие, подводные механизмы в рамках работы депутатского корпуса, в рамках работы фракции, которые, там, ну, создают ситуацию несправедливого отношения. То есть, в правильном случае сам попал в эту ловушку или что? Это, кстати, не первый раз, и, там, лично я года, наверное, полтора-два назад предупреждал Единой России спикера о том, что вот эти вот игры, которые устраиваются законопроектами, и вот эта игра, там, с двойными, тройными стандартами, без правил, она, в конечном итоге, сыграет против них же самих. И были случаи, ну, они, может быть, не столь яркие, но они тоже имели место, когда, там, отдельные депутаты, видные депутаты, там, от Единой России, попадались в ситуацию примерно такого же плана, да, то есть, там, об этом тоже, я думаю, нет смысла скрывать. Ситуация, когда, предположим, там, правовое управление помогает одной рукой подписать законопроект, да, а, с другой стороны, пишет отрицательное заключение на этот законопроект. То есть, для нас это уже естественно, да, для оппозиции. Для Единой России это вот вызывает так подобные всплески. Справедливости, конечно, ради хочется отметить, что, там, уважение к Василию Куприяновичу, точнее, в этой ситуации, вызывает именно то, что он публично объявил о вот этих всех моментах, да, то есть, не так, как это делается в большинстве случаев, когда это кулуарно, там, рассматривается на каких-то полузакрытых, закрытых фракционных, полуплановых, там, тусовках, да, заявил это публично. Но, с точки зрения содержания, с точки зрения, там, самого законопроекта, я думаю, что здесь, ну, ничего такого особо яркого не было. То есть, а почему именно с Сураевым сейчас эта ситуация произошла, или почему она произошла именно сейчас? То есть, это зрел какой-то конфликт раньше? Ну, Василий Куприянович, то он, изначально, скажем так, достаточно самостоятельное лицо. В отличие, может быть, от большинства присутствующих депутатов партии власти... На мой взгляд, это выглядело так, как будто это уже была последняя капля. Я бы сказал, наверное, так, что это была, скорее всего, последняя капля с точки зрения, вот, накопившихся эмоций. Да, то есть, потому что, ну, можно было бы, конечно, списать на то, что это вот был всплеск именно на пленарном заседании, но, насколько я знаю, что уже на следующий день Василий Куприянович, выступая на встрече с избирателями, еще раз подверг критике и Дену России, и то, как принимались решения. Кому, как не бывшему секретарю полицовета, знать, что происходит внутри партии, и кому, как не одному из наиболее активных депутатов, который возглавляет один из ключевых комитетов, комитет по законодательству, знать, как организована работа законопроекта внутри законодательного собрания. Поэтому, да, возможно, это все накопилось. Накопилось именно потому, что, ну, какие-то принципы, какая-то объективность у него осталась, и она из себя проявила. Ну, кстати, он обещал покинуть уже пост руководителя комитета, а никто не извинил желание из депутатов занять его место? Ну, я думаю, что здесь вопрос будет уже не столь принципиально, кто возглавит этот комитет по причине того, что был, сначала была сильная личность, это Михаил Лихачев, да, потом была достаточно такая публичная, резонансная личность экс-секретаря Единой России Василия Сураева. Сейчас уже в большей мере, я думаю, что ресурсы будут переориентированы на избирательную компанию. Тут уже будет доработать. Тут уже не до этого, да. Перейдем тогда от политических вопросов к вопросам, которые касаются всех, ну, или, по крайней мере, пожилых. Предели законопроект, который компенсирует взносы на капитальный ремонт 70-летним 50% и 80-летним 100%. Субъекты, насколько я знаю, отдали право самим решать, то есть будут они им вводить, да, и размер. То есть вот с чем связана такая настойчивость правительства в этом вопросе? Потому что, с одной стороны, вроде бы как денег нет, и министр соцразвития Кирилл Лебедев до этого говорил, что денег на какие-то там льготы другим категориям граждан нет, а здесь вдруг они появятся. Очень сложно, конечно, говорить, почему. Правительство очень сильно торопилось. В любом случае мы говорим о том, что в конце года это было озвучено президентом, в самом конце года был принят федеральный закон о том, чтобы там рассмотреть возможность предоставления этих льгот. И дальше уже начинается действительно такая интересная ситуация, когда все начали гнаться за временем. То есть до момента внесения губернатором данного законопроекта ему на заключение было направлено два законопроекта. Законопроект Дубравина, где в том числе предусматривалась эта категория, и законопроект, ну, ряда депутатов, я его называю законопроект Доронина, который вот, собственно, практически дублировал то, что было предложено. Возможно, то, что данные законопроекта были предложены оппозицией, как раз и привело к вот этой спешке, потому что буквально через несколько дней после внесения законопроекта председатель ЗАГС собрания провел встречу с губернатором. То есть тут была гонка кто быстрее? Да. И дальше происходит следующее. То есть согласно действующему закону губернатор дает заключение максимум 30 дней. По сложившейся практике, в принципе, если закон достаточно важен и актуален, то этот срок уменьшается. Может быть, 3 дня, может быть, 5 дней, может быть, и так далее. Но по этим двум законопроектам кем-то и почему-то было принято решение о том, что не делать сокращение во времени, а давать заключение, в установленном законном сроке, то есть 30 дней. То есть, соответственно, при таком подходе эти законопроекты явно не попадали на пленарное заседание, то есть они могут попасть только сейчас на мартовское заседание. И был внесен законопроект, который был подготовлен Департаментом социального развития, то есть губернаторский так называемый законопроект. И здесь ситуация заключается в том, что и на Совете, и в профильном комитете Кириллу Сергеевичу, как человеку, представляющему данный законопроект, было предложено, давайте не будем торопиться, с учетом того, что есть альтернативный законопроект, с учетом того, что есть заключение контрольно-счетной палаты о том, что необходимо доработать данный законопроект, давайте примем в первом чтении. Если мы говорим о том, что у нас эти льготы в любом случае будут вступать с 1 июня, у нас есть время для того, чтобы можно было спокойно за тот же февраль-март подготовить. Ну, по крайней мере, чтобы быть уверенным, что деньги на компенсацию есть. Да, и самое главное ответить на этот вопрос о том, где мы возьмем деньги. Потому что те, кто смотрел пленарное заседание, видели, что вопрос заданный Кириллу Сергеевичу о том, а где эти деньги в нашем бюджете, вызвал стопор, он не смог ответить на данный вопрос. Но, опять же, насколько я понимаю, депутатам от Единой России было выгодно принять законопроект неоппозиционный, и, исходя из этого, они поддержали как раз в двух чтениях. Хотя, еще раз говорю, все, включая и Совет Закон Собрания, и профильный комитет, предлагали в первом чтении принять такое. Момент еще такой, возможно, я, правда, просмотрела, но, насколько я знаю, законопроектов было два. То есть, один по компенсации еще инвалидам, льгот. Я, видимо, просто о нем рассказывала ранее, и как раз заявила о том, что на Совете тоже предложили только в первом чтении поддержать. Но меня заинтересовал тот факт, что он тоже федеральный, и его-то как раз федеральный бюджет готов был средства предоставлять. Нет, там есть та категория инвалиды, которым оплачивает федеральный бюджет. Основная вопрос, который обсуждался, это вопрос по престарелым, по тем категориям, которые не попали в федеральный закон в возрасте 70-80 лет. И вот здесь вот эта спешка была. При всем при этом могу сказать, что есть еще один маленький нюанс в том, что принятие закона в таком виде фактически привело к тому, что мы потеряли, мало того, что не знаем, за счет чего финансировать, но потеряли то, за что бились в прошлом году, это адресность. То есть, мы в прошлом году все льготы, и правительство инициировало, и всегда подчеркивало, все льготы предоставлялись на условиях адресности. То есть, первый критерий – нуждаемость. Сейчас у нас получается, что в принципе, кроме возраста, ну и нескольких формальных принципов адресности, нуждаемости он потерял. И это там тоже нарушает ту логику, которая была в действиях органов власти в прошлом году. То есть, мы получаем законопроект, который финансово не обеспечен, а не доработан как по мнению депутатов, так и по мнению контрольной счетной палаты, и нарушает принцип адресности, который есть. Ну, а все-таки вот этот второй закон по компенсации взносов инвалидов, там первая и вторая группа, он почему в повестке его не было? Нет. Это же два отдельных документа было? Речь-то идет о том, что один – это уже федеральная предусмотренная группа категория, а мы принимали только по своей группе категории. Ага, то есть его на региональном уровне утверждать не надо? Да, то есть он только в федеральном обозначен. Тогда по капремонту, наверное, слышали, генпрокуратура признала взносы на капремонт неконституционными. В официальном сообщении говорится, что норма не конкретизирует объемы и сроки распоряжения финансовыми ресурсами и не определяет порядок их возврата. В результате граждане не могут распоряжаться этими средствами, ну и, соответственно, мои деньги могут быть потрачены на ремонт чужого имущества. Минюст, Минфинный и Минстрой, разумеется, эту точку зрения не разделяют. И рассмотрение вопроса продолжится 3 марта в Конституционном уже суде. На ваш взгляд, Конституционный суд чью сторону займет? Я не знаю, чью займет сторону Конституционный суд, но считаю, что эта ситуация, я бы считал ее на уровне преступной. Потому что где была генеральная прокуратура со своими заключениями, когда несколько лет назад этот закон обсуждался очень длительное время, когда этот закон был отсрочен по вступлению, когда реализация этого закона захлестнула волна потесных возмущений. А сейчас любое решение, которое принят Конституционный суд, оно будет антинародным. Потому что если они поддержат, что капремонт должен быть, то есть они фактически признают, что тот механизм, который предложен, который раскритиковала прокуратура и верно раскритиковала, он не дает гарантии людям на то, что их деньги пойдут целевым образом. Если же Конституционный суд примет сторону Генпрокуратуры, дальше возникает вопрос, что те деньги, которые были собраны, уже никто не вернет. А вот просто что дальше, если Конституционный суд встанет на сторону Генпрокуратуры? Собственно, все. Если мы с вами рассматриваем логику, то мы же знаем о том, что все деньги, которые мы с вами платим за капитальный ремонт, идут в общий котел, из общего котла производится ремонт. Не наших домов, а согласно программе. Соответственно, по логике эти деньги будут уже потрачены. То есть чьи-то дома уже отремонтируют. Нет, на самом деле, если эти деньги даже чьи-то чужие дома и отремонтируют, это не так и плохо, чем если эти деньги окажутся подвешенными, а в итоге потом ущи священы. Ну, если они еще и, помимо всего прочего, останутся подвешенными, как потерялись те деньги, которые с нас уже раньше собирали, ну, это еще одна тема для того, чтобы говорить, что это преступление, ну, искать эти деньги, искать, по крайней мере, виновных. Но даже если эти деньги будут потрачены на ремонт каких-либо домов, ну, я не знаю, как собственник вашего дома, вашему дому сколько лет. Нет, мне, конечно, обидно, если эти деньги потратят не на мой дом. Ну, пусть их лучше потратят на соседний дом или на дом где-то, ну, так мне будет, по крайней мере, спокойнее, чем если я буду знать, что эти деньги осели по чьим-то карманам. Я думаю, это уже самоуспокоение. Если учитывать, что... Но это в России уже приходится из двух зол выбирать. Да. Если учитывать, что, собственно, уровень наших доходов, он не настолько велик, чтобы мы там могли спокойно, потеряв, ну, сколько там, вот мы платим, сколько, два года мы платим, да? Ну, чуть меньше получается. Чуть меньше, да, ну, давайте посчитаем, сколько мы там в среднем заплатили, да, там, ну, пусть там полмиллиона, да, там, отдали, ну, там, отремонтировали дом. Мне-то от этого не легче. Тем более, если взять ситуацию там с... То, что было в конце года и в начале года там с лифтами, да, ну, у меня дому 20 с лишним лет. Лифт, как бы так, не меняли за это время. Ну, примерно так же и такая ситуация. У меня дом из панелей и, как бы так, щели никто все это время не замазал. Ну, будет ли мне легче от того, что дом там на Спасской отремонтировали за мои деньги? Сомневаюсь, что я как собственник, как бы так, готов к тому, чтобы порадоваться за них в ущерб себе. Дождемся тогда, наверное, 3 марта и посмотрим, что дальше. Ну, еще раз говорю, я не верю в то, что это решение будет в интересах людей, потому что и тот, и другой вариант, а не антинародный. Никита Белых поддержал Общественную палату Кировской области по вопросу наделения их законотворческой инициативой. После того, как губернатор поддержал общественников, есть ли возможность, что депутаты тоже поддержат? Потому что раньше как-то ряд депутатов говорил, что общественники и сейчас могут этим заняться, то есть просто через кого-то из депутатов выходить с какой-то инициативой. Ну, я продолжаю придерживаться этой точки зрения, что на самом деле, ну, если мы возьмем, предположим, структуру, отчет недавно был о работе законодательного собрания размещен, о том, кто является инициаторами, да, то есть носит законодательные инициативы. Ну, могу сказать, что абсолютное большинство – это депутаты и губернатор, какую-то часть носит прокуратура. Вот. И считаю, что этого вполне достаточно. По какой причине? На самом деле, там, общественная палата, при всем моем уважении, и то, что я замечаю в последнее время, там, повышение качества их работы и качества обсуждений и качества предложений, ну, у нее несколько другая функция. То есть ее задача вот как раз, наверное, в большей мере работать с оценкой, с контролем и экспертизой тех законопроектов, которые есть. И в этой связи, ну, вот хочу отметить, наверное, положительное, что за последние два года мы, наконец-то, формат некий выработали, там, общественная палата на такие социальные и резонансные законопроекты дает свои заключения. Но они как-то влияют, в общем-то, на заключение, на принятие? Ну, по крайней мере, они доводятся до сведения депутатов. Ну, вот вы лично прислушиваетесь, а общественная палата там... Я, конечно, прислушаюсь, при всем при этом тут ситуация еще и такая, что с общественной палатой-то я работаю, стараюсь, по крайней мере, работать-то в контакте постоянно, да, то есть участвовать в их заседаниях, обсуждать какие-то законопроекты. Вот сегодня, предположим, после эфира как раз вот там несколько заседаний комиссии планируется, встреча у меня с секретарем общественной палаты, то есть обсуждению ряда вопросов. То есть в системном плоскости у нас не возникает вот трений наподобие того, что там вот мы хотели бы это, а вы нас не слышите. То есть мы там как бы так разговариваем, я им пытаюсь донести там, как это можно там законодательно отрегулировать, а не, соответственно, там, как на это там прореагирует общественность или там, что нужно сделать. И там, я считаю, это формат удобо-аварийный. Если дать им законодательную инициативу, ну, во-первых, я не думаю, что будет большое количество законопроекта. Ну, вообще общественники могут что-то вот дельное предложить? Ну, а как вот предположим, ну, вот уже на протяжении там, ну, всего созыва-то это точно, но я знаю, что и раньше еще, обсуждается вопрос о поддержке некоммерческих организаций в Кировской области. То есть он уже, по-моему, все созывы общественной палаты обсуждаются, но пока ничего такого не родилось. Это один пример. Можно, я не знаю, там негативно, нейтрально назвать. Есть другой позитивный пример. Это закон об общественном контроле в Кировской области. На самом деле инициатива об этом законе как раз пришла от общественной палаты. У нас уже было проведено несколько совещаний, где мы уже обсудили структуру. И как бы так я вижу, что общественная палата, по крайней мере, ряд членов общественной палаты активно с этим законопроектом работают. Когда он родится, в этом ли созыве у нас, либо в следующем созыве, либо это будет первый законопроект, внесенный общественной палатой. Пока не знаю, но то, что общественная палата растет в этом направлении, это, наверное, хорошо. Другое дело, нужно ли ее переводить в рамк инициаторов. Мне вот интересен еще технический такой момент. То есть даже на уровне законодательного собрания, когда готовят законопроекты, правового управления нет-нет, допускают какие-то неточности, недочеты именно при подготовке. Сейчас такие крымальные вещи говорить. При подготовке документов. А вот у общественной палаты достаточно будет ресурсов, чтобы просто грамотно написать законопроекты, чтобы его не пришлось заворачивать только потому, что он там не соответствует каким-то буквам федеральных законов. Давайте так. То есть это же лишняя работа будет. Есть и законопроекты, инициируемые депутатами, которые тоже попадают в ситуацию, когда они там противоречат федеральным законам, и их либо в процессе дорабатывают, либо, условно говоря, правовое управление дает заключение о том, что он противоречит, и это учитывается. Поэтому то, что может увеличиться объем работы, да, он при активной позиции общественной палаты увеличится. То, что от этого будет страдать качество законопроектов, ну, вряд ли, потому что в любом случае там главенство федеральных законов и финансово-экономическое обоснование, вот, собственно, две позиции, которые для закона, который не противоречит федеральным, открывает дорогу. Ну, то есть, если, например, весной появится законопроект, наделяющий АПКО законодательной инициативой, вы будете за него голосовать? Ну, я в любом случае думаю, что там, я пока не готов сказать, потому что я думаю, что этот вопрос мы еще будем с общественной палатой. Потому что одно дело заявиться, да, что мы хотели бы иметь это право, другое дело, там, осознавать, что мы готовы. Ну, вот если они готовы, вот вы с ними поговорите, они готовы, они осознаны, у них есть идеи, есть юристы, вот. Не вижу оснований. Ну, давайте так, по поводу юристов, вот в прошлом созыве в составе общественной палаты был... Не видите оснований для того, чтобы наделиться? Или отказать? Отказать. Был он, там, Николай Александрович Ефремов. Человек, который, там, не знаю, не помню сколько созывов, был заместителем представителя законодательного собрания, человек с юридическим образованием, человек, за плечами которого, там, громаднейшее количество законопроектов. И всегда было даже мне приятно, да, там, тем более, наверное, мне приятно участвовать в работе, где он присутствует, потому что, помимо всего прочего, я еще черпал из него вот тот опыт, который, там, у него был законодательная деятельность. Это опытный юрист. Я думаю, что даже на уровне, там, отдельных юристов законодательного собрания, это, там, человек более опытный, более компетентный, да, там, соответственно, нужно, ну, сомневаться в компетентности законопроектов, что, там, не будет у них юристов. То есть этим будут заниматься те, кто умеет это делать? Ну, в первую очередь. То есть понятно, что если, там, этим будут заниматься люди некомпетентные, ну, тогда, я думаю, что очень быстро инициатива в самой общественной палате может умереть, потому что законопроекты будут разворачиваться на уровне законодательного собрания. Прервемся мы на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение в студии Дарьи Топузлиева и мой гость, вице-спикер областного ЗАГС собрания Михаил Курашин. Мы перейдем к следующей теме, поговорим об информации, которая появилась вечером перед праздниками, и, соответственно, никакого официального подтверждения еще получить не успела, о том, что лоукостер Победа уходит из Кирова. Неофициальный источник заявил РБК, что Победилова, якобы не выполняет ряд каких-то условий, завышает услуги, завышает цены на какие-то услуги. Ну, то есть ни Победа, ни Победилова, ни чиновники, пока никто официальную информацию не прокомментировал, но, по крайней мере говоря, так, что вроде бы две стороны из трех точно удивлены таким решением. То есть вы что-то слышали вообще об этом конфликте? Был ли конфликт, был ли мальчик? Ну, я считаю, что вся эта история, она связана с тем, что на сегодняшний момент все стороны участвуют в этапе заключения нового договора. То есть тот договор у нас закончился, соответственно, сейчас готовится новый договор, и в этих условиях появляются различные, в том числе, слухи. С учетом того, что мы не имеем официальной позиции ни Победы, ни Победилова, ни Победилова, ни правительства, да, там, ну, можно говорить, что это слухи. Сказать о том, что там, Победа может уйти, ну, наверное, может уйти. То есть эта ситуация всегда могла быть, и об этом мы говорили изначально, все, что у нас монополизируется, имеет риски ситуации, когда там в один прекрасный момент монополист будет говорить, либо там, ребят, давайте-ка мне там жизнь получше, либо я ухожу, да, то есть такая ситуация. То есть такой шантаж уже, да. Относительно того, там, что какие-то условия не выполняются, но, насколько мне известно, у Победы в Кире были максимально сладкие условия, да, то есть максимально удобные условия, они, там, по-моему, кроме за поливку незамерзайкой, больше ни за что, в принципе, не платили, да, поэтому говорить о том, что, там, Победило за что-то завышает там цены, ну, честно говоря, вот... За что там завышать уже, да? Не замерзайку, да, вот, если только за это. Что касается молчания правительства, ну, я думаю, что это молчание обосновано тем, что, скорее всего, вопрос просто проговаривается, да, то есть информация выясняется, и, ну, я думаю, что в ближайшие дни мы все-таки какую-то информацию получим. Ну, там, в том числе хотелось бы, наверное, и как уже клиенты, как пассажир высказать и пожелание, что, может быть, и самой Победе следует задуматься относительно, там, качества обслуживания, потому что это, там, ну, да, мы говорим о том, что это новые самолеты, мы говорим о том, что, там, они взяли самое удобное время, но, там, у меня, вот, как у пассажира пару раз возникало неприятное ощущение, там, при посадке, взлетах на Кировском аэродроме. Мы помним все ситуации осенью прошлого года, когда, там, Победовский самолет снес у нас сигнальные огни в аэропорту, да, там, и там тоже хотелось бы понять, это, там, чистая случайность, да, там, либо это техническая ошибка, либо это работа персонала, потому что, ну, тоже много приходилось летать на разных компаниях, на самом деле, там, такие жесткие взлеты и посадки, ну, я практически нигде не стычал. Я уже не говорю, там, про другие вещи, связанные, там, с багажами, там, и со всем, о чем, уже, наверное, там, еженедельно информация в СМИ появляется, то есть есть свои претензии. Поэтому, вот, хотелось бы, чтобы, помимо того, что мы выслушали и согласились с условиями, которые будут выставлять Победа, мы бы еще, и, там, надеюсь, что правительство услышает, хотели, там, отстаивали интересы своих пассажиров, да, жителей области, которые пользуются данными услугами. Ну, вот, а можно сейчас, вот, на основе, по крайней мере, тех, будем называть это слухов, которые появились, сказать, что Победа сейчас пытается и не платить, и за незамерзайку в том числе, то есть как-то максимально еще себе облегчить жизнь? Ну, вы, там, представьте, каков объем-то незамерзайки на них уходит, если в конечном итоге мы им, там, обеспечиваем, там, с лишним пассажиров, ну, как, насколько мне известно, там, средняя загруженность порядка 80%, что, там, достаточно хороший показатель, да, там, ну, если уж совсем жалко даже незамерзайку платить, ну, я-то, честно говоря, вообще не понимаю, зачем им, да, вообще летать куда-либо, кроме, там, внукова, из внукова в Домодедово. Перейдем к другой теме. Чтобы освещать день выборов на избирательных участках, журналистам теперь придется пройти аккредитацию. Не знали, слышали, не слышали, не слышали. Это инициатива Дмитрия Вяткина, депутата Госдумы. Вероятнее всего, предложение одобрят. Там несколько есть моментов, то есть журналист должен работать как минимум два месяца, быть закрепленным за редакцию, у него должен быть заключен договор. Нигде не упоминается, что это голос, но представители голоса считают, что таким образом отсекают их со избирательных участков, потому что они, как правило, договаривались с редакциями, получали вот эти удостоверения, корочки журналистов, и наблюдали за выборами. Причем не в обиду коллегам, то есть многие представители голоса на самом деле в выборном законодательстве разбираются лучше многих журналистов, кто работает на выборах от компании к компании, от случая к случаю. Вот можно это расценивать как то, что действительно вот этих независимых наблюдателей пытаются убрать. Ну, в нашей стране просто так, конечно, ничего не происходит, и там, как любит один мой знакомый... Ну, подается это, конечно, под соусом отсечения профессиональных журналистов. Как говорит один мой знакомый, для того, чтобы навести порядок, да, это действительно, я тоже считаю, что это попытка борьбы с неправильными журналистами. Один из способов, я думаю, что ограничений будет водиться много-много-много-много, и в конечном итоге мы опять попадем в ситуацию, когда большое количество всевозможных запретов будет приводить к большому количеству скандалов, при всем при этом те, кто попадут под эти запреты, там, тот же голос, или там, какие-то независимые, или зависимые наблюдатели, будут более подготовлены, нежели члены избирательных комиссий. В результате, ну, я думаю, что выборы в очередной раз пройдут со скандалами не с точки зрения, именно там, кандидатов, а с точки зрения взаимоотношений с избирательной комиссией. Потому что, на самом деле, вы абсолютно правы, те, кому запрещают, для того, чтобы хоть каким-то образом все равно участвовать в избирательном процессе, вынуждены знать законодательство лучше, чем знают, там, представители избирательных комиссий, правоохранительных органов и так далее. Это там, это уже естественно. Поэтому там, с одной стороны, можно, наверное, говорить о том, что да, это определенное ограничение, а с другой стороны, я думаю, что это ограничение будет на руку, опять же, оппозиционным журналистам. Осталось у нас буквально несколько минут, успеем, наверное, чуть-чуть обсудить итоги вашей работы в ЗАГС-собрании. За прошлый год в блоге у себя вы написали, что в обсуждении законопроектов в нынешнем ЗАГС-собрании преобладает личностно-политический подход, но вместе с тем отметили, что в прошлом году увеличилось количество предложенных законопроектов, которые были именно поддержаны законодательным собранием. Как вам удалось пробиться через этот личностно-политический фильтр? Или это были законопроекты, которые были нерезонансные, то есть они не вызывали никаких претензий ни у правящей партии, ни у оппозиции? Нет, законопроекты были разные, и могу сказать, что там много законопроектов, те, которые на самом деле приходилось очень сильно шуметь, отстаивать, доказывать, но еще раз говорю, никогда не пользовался пододеяльными играми, как это в ряде случаев бывает, когда начинают обзывание депутатов и там поддержи мой законопроект, а я поддержу твой законопроект. в основном все строилось исключительно на разъяснении. Когда на самом деле аргумент Но возможно вообще что-то объяснить? Или если фракция решила, что мы будем голосовать против, то ни до кого из депутатов уже достучаться не удастся? Самая интересная ситуация выглядит таким образом, что на комитетах, когда непосредственно депутаты выслушивают законопроекты, они все соглашаются, действительно вслушиваются, а заседание фракций оно проходит обычно там накануне пленарного заседания и вот там уже начинают там личностополитические вещи-то срабатывать. Ну, пример того же Сураева, то есть законопроект, который в принципе был рассмотрен на совете и поддержан на комитетах его пообсуждали, но такого жесткого отторжения не было. Потом состоялось заседание фракции, и как бы так прокатили. То есть соответственно вот таким образом. Плюс ко всему в этом году было немало законопроектов с авторствами, то есть с другими депутатами и это тоже является дополнительным усилением для законопроекта, потому что здесь есть поддержка людей, которые видят, что законопроект поддерживает несколько депутатов. Но на самом деле думаю, что это такой технический момент, и говорить что этим можно гордиться, но на самом деле не хочу этим гордиться, потому что считаю, что законодательный орган должен на 100% отказаться от принципа личностопроэтического и рассматривать законопроекты по сути, а не по команде. Ну то вообще есть у законодательного собрания Кировской области шанс, что когда-то этого фильтра не будет? Возможно не в этом созыве, но в новом? Или так все и будет? Все зависит от состава законодательного собрания, все зависит от спикера законодательного собрания, который в принципе вбирает людей, организует работу аппарата. То есть если аппарата никто не будет постоянно затачивать и постоянно говорить о том, что нельзя законопроекты принимать от тех-то, 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 или там сделайте все, чтобы законопроекты не прошли, дайте отрицательные заключения, то я думаю, что во всех остальных случаях работа будет более спокойной. Это прошлые осознавы примерно так и было. Были законопроекты оппозиции, которые проходили достаточно спокойно, были действительно резонансные, были политические, были скандалы, но работа аппарата была выстроена в достаточно спокойном режиме, не было такой шосткой заточки. Это было особое мнение, в студии была Дарья Тепузлиева и мой гость, вице-спикер областного ЗАГС собрания Михаил Курашин. До встречи. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта, любви, любви, любви и всех с наступающей весной. Спасибо. До свидания.